Я всех людей люблю. А то там мне говорят, ой, как это он может Христа любить, а церковь ненавидеть. Я ненавижу не церковь, а культ мёртвый, которым людей заживо хородит просто. Вот и всё. Что делал Христос, что сделал его апостол, особенно его избранный сосуд. Вот и всё. Церковь-то это и есть люди, а людей я люблю. Я это делаю только из-за любви. И других призываю любить друг друга. А не за истину в своей голове пожирать всех людей на свете. Это будет большое разочарование на суде, думать, что ты там за какую-то истину боролся. Истина есть Христос. Истина есть любовь. Всё. Нет никакой липовой истины. Это все липовые истины человеческие придуманы, и ты за неё стоишь. Так что вот так вот. У меня, знаете, ещё и желание тогда сказать, вот живой пример. Это как раз опять взбесит этих ревнителей, этих истин человеческих. Но я всё-таки скажу. Это вот всем известный Николай Чудотворец. Да, вот сейчас там с его мощами носуется или уже перестали носиться, я не знаю. Вот. Я помню тогда ещё, когда, как говорится, касался всей этой грязи-то, этих учений всех человеческих. Да, вот ты читаешь житие там или слушаешь этих проповедников, как Николай Чудотворец на соборе. Ария там начал калашматить, срывать там с него одежду, пощёчину ему там рукой засадил. Это не такая была, наверное, пощёчина. Небось там мужики тоже, если пощёчину дают, это не вот такая вот пощёчина. Это заушение, это по полной программе. Просто рука не в кулаке, кто знает, а ладонь не даётся. Вот. Но дать можно так, что глава отвалится. Кто не знает, что сделали с этим Николаем Чудотворцем? Даже эти так называемые святые отцы сначала по Евангелию рассуждают. Да, как такое можно делать? Неважно, что. Этот арик, кстати, был православным, кто не знает, долгое время. Я имею в виду долгое время, даже когда типа он там ересь говорил, да, и вот. Это же он был православной церквью, а они все были в гонении, так называемом. Потому что кто опять был у палки государственной, тот и был православный. А у него с государством было отличное отношение. Поэтому долгое время как раз эти еретики, так называемые, сейчас православные, которые говорят, так они были еретиками. А потом, на самом деле, разрешилось всё как обычно. Просто палкой государственной, вот и всё. Там никакого Бога никогда не было. Никакой ни Дух Святой, ни Христос не сходил и не говорил, кто тут прав, кто виноват. И вот живой пример. Я вам рассказываю для тех, кто не знает. И как мы зомбированы. Не мы, я-то мне это на это по барабану всё. А вот как зомбированы те же самые православные, католики, все, кто вот это исповедует. Ага, сначала по Евангелию. Правильно, они этого Николая Чудотворца осудили. Его сана лишили. Тут же, тут же сана, монашество, что там, этого пострига. Ну и лукавый, конечно же, этим святым отцам на ушко-то шепчет. Вы что делаете? Отличный повод протащить антиевангелие. Они же поступили правильно. Ты не имеешь права. Христос подставил щёку, а ты бьёшь человека. Кто тебе дал это? Кто тебе дал? Уповай на Бога. Бог за себя заступится. Ты не переживай. Нигде Бог за себя. Он Петру не позволил. И мечом телесным. А уж потом мы все прекрасно знаем, что Господь говорил о мече духовном. Уши рубить-то. Причём Пётр хотел не ухо отрубить, а голову. Просто промахнулся. Господь запретил это делать. Господь говорит, что я не могу 12 легионов ангелов призвать. Бог не немощный. Не немощный труп в гробике. Как вот скинь вот этот Давидовый. И уж точно не в бетонном склепе живёт. Бог живой. И уж без тебя разберётся. Ты стой в истине и проповедуй истину. И если надо, пострадай за эту истину. Вот твоя роль, человек. А голову рубить Христос никому не рубил. Это всё антиевангельские. И вот они сначала по-евангельски поступают. Они именно не ария. Хотя он ересь говорит. Да, говорит. Ну и что? А ты говори обратные аргументы. Раз в твоих устах истина. А чё это ты на руки перешёл? Неудивительно, что потом ария их там сжигал всех. Таких горе. И убивал. Горе таких защитников. Вы сами на свои грабли тоже наступаете. А потом они. И так всё по кругу. Зло порождает только зло. Ну и хорошо. Сатана этих святых отцам научает, что... Что вы? Что вы? Давайте-ка мы из этого что-нибудь вытянем. И что они вытягивают? Придумывают байку. Что Христос сказал, что типа это правильно. Правильно Николай Чудотворец залепил. Ему надо было вообще поколошматить там до смерти. Всё. И эту байку быдлу втирают. И всему народу. И народ всё это как всегда проглотует. Потому что, как говорится, времена тёмные. Народ невежественный. Чего ему скажи, то он и проглотит. Плюс царьки, плюс там власть. И всё там на мази. Надо же протолкнуть. Как? О, блянь, какой метод. Отлично с еретиками бороться. Сжёг на костре. Да и всё. И нет еретика. И нет. Нет еретика. Нет ереси. Разве Христос так поступал? Разве это есть в Евангелии? Разве он сжигал всех этих каяфа, который был садукей? Садукей вообще неверующий человек. Во главе стоит всего Израиля. И всё его семейство, весь его род. И ничего. Христос его не сжигал, ни руки, ни рот ему не ссушал. А кто знает-то историю вообще. Историю всего человечества. Что там в Израиле творилось. Да там сект полный Израиль был. Да достаточно этих партий в Синдерионе. Я уж не говорю о всех мелочах. Помните, даже этот сотник Павла, это не ты, который увлёк там этого, это не ты, который это. Да там, это время мессианства, там каждый второй Христос восставал. И ничего, мы в Евангелии нигде об этом не читаем. Христос не напрягался и не бегал, не тыкал на всех еретиков. Их даже не вспоминал, мы даже не знаем. Это мы и знаем потом вот из этого, кто буквоедством занимается. И я в своё время занимался этой историей. Да там каждый день Мессия восставал и увлекал за собой людей. Вот и всё. И они отлично эту дудку протягивают. Христос с неба сказал, что можно. И я помню, думаю, блин, ну правда ведь Христос же сказал, что это хорошо. И вы знаете, когда я только от этого помрачения тоже отошёл, я говорю, Господи, мне Господь открывает. А на каком основании ты им веришь-то? Да там слова правдивого нет во всех этих житиях. Писали то, что нужно писать-то. И вот протащили эту дудку. И теперь что? Можно еретика ударить, сжечь. И пошла-поехала инквизиция с третьего века. Всё, государство одобряет это всё, по головке гладит. И пошло-поехало. Вот так мы протаскиваем. Главное, гроб сделать пророку и всё, отцам, которые побивали пророков, и всё отлично. Сами свидетельствуют против себя, что поступают не по-евангельски. Нигде Господь так не поступал. Но при этом понимаешь, что люди настолько ослеплены лукавым, что да, они всё проглотят и проглатывают. И вот теперь насуются. А то, что он там уже, Николай Чудотворец, сто раз переворачивается наверху. Богу кается, Господи, да что же я натворил-то, теперь ещё это всё. Добродетели возвели. Мало того, что сам согрешил, ещё этот грех в святость возвели. И правильно Господь говорил, вы сладко называете горьким, а горькое сладким. Говорит, сотру вас с лица земли. Вот это, вот это и есть. Заповеди Божьи подменяют чем? Заповедями человеческими. Причём антиевангельскими. Ведущими человека в ад. Потому что где нет любви, там нет Бога. Спасибо.